Привет, друзья! Кит-марафон продолжается. Сейчас я буду рисовать кита. Рисуй со мной кит, как обычно. Я рисую сегодня только китов. Кит будет у меня нарисован черным карандашом или черным маркером. Чем угодно рисуй. И он будет весь в точечку. Такой необычный кит. Я такого не видел. Но я надеюсь, что у меня он получится здоровский. Смотри. Мой кит большой. У него есть большое тело. У него есть плавник. И мы будем плавник рисовать тоже здесь. Плавник, тело, плавник. Теперь рисуем большой хвост кита. Вот такой большой, чтобы он в лес надо. И сюда, и здесь. И вот наш кит готов. А теперь я его хочу раскрасить. Раскрасить я его хочу как можно ярче. Нарисуем ему большой рот. Он очень довольный. Очень супер довольный. Большие глаза, большой глаз. И, конечно же, фонтан. Фонтан вот так нарисуем. Раз, два, три, четыре. Вот такой большой фонтан. И море. Конечно же, море. Около него будет море. Его плохо видно, потому что с обоих сторон немножко моря осталось. Но все равно море будет. Здесь небо, здесь море. И мы его раскрасим. А раскрасим мы его как хотим. Вот как ты хочешь, так и раскрашивай. Я здесь отделю хвост от кита. А теперь буду раскрашивать. Сам хвост, сам кит у меня будет желтый. Желтого кита я не видел, но потом я делаю на нем точки. Я такого рисовал. Чутика одного, кажется. Или, кажется, кого же я нарисовал-то? А, единорога же. Рисовал единорога. И он оказался очень даже симпатяга. Единорог симпатяга получается. Теперь я его раскрашиваю желтым. Немножко мажется. Но я думаю, что будет все хорошо. Мы так аккуратненько размажем. Рисую я сегодня гелевыми мелками. Прямо сейчас гелевые мелки. А потом буду еще чем-нибудь рисовать. И также еще полюблю пластилином. Еще чем-нибудь. Обязательно буду разнообразить сегодня свой сегодняшний марафончик. Какой, каким цветом его плавник? Оранжевый мне нравится. Я возьму очень яркие цвета. Я его буду называть декоративный такой. Все, что такое не настоящее, не натуральное, я называю декоративным. Декоративный. Значит, раскрашивать можно как хочу. Точечки ставить, кружочки ставить. И сейчас я как раз хочу этим заняться. Поставить побольше точечек и кружочков. А для этого мне нужно подготовиться как следует. Теперь море. Море у меня голубое. Я думаю, голубое море подойдет. Но оно не будет у меня просто закрашенное. Оно у меня будет в точечках. Но точечки будут вот такие. Овальчики. Овальчики. Не точечки, а такие овальчики. Довольно жирненькие. Такие, я бы сказал, толстенькие. Такие котлетки. Толстенькие котлетки. Везде их ставим. Это море мое. И сам кит сейчас тоже превратится в точечку. Таких-то весь в точечках будет. И такие веселые будут. Очень контрастный рисунок сегодня. Вау. Море. Прям море. Сразу видно море. Теперь нужно подумать, каким цветом здесь точечки ставить. Здесь я хочу черненькие точечки ставить. На этом, на ките черненькие точечки. А как я делаю их? Я вот так их делаю. Маленькие, маленькие. Точечки. И в разброс. Не надо прям ставить где-то, какими-то полосочками. Просто в разброс много точечек ставим. Это довольно веселый кит. Будет необычный. Необычный дизайн. Можно его назвать дизайнерским китом. Пока я раскрашиваю. Можно сказать, что я знаю о китах. Что они большие. Что они живут в морях. Что они разговаривают между собой на сотни километров. И далеко плавают. А вообще они бывают квадратные, круглые, синие, черные и разнообразных китов. И даже, кажется... Какие еще бывают? Треугольных? Нет, треугольных я не видел. Но здорово получилось. Теперь фонтан. Каким же цветом фонтан? Я думал-думал. Думаю, зеленый фонтан подойдет точно. Еще зеленый есть. Немножечко есть зеленого. И покрашу. Он похож очень на нашего кита. Но все равно покрашу зеленый. А потом добавлю зеленые полосочки, к примеру. Точно. Зеленые полосочки добавлю в зеленый. Вот такой. Получается здорово. Так, ребят. Сегодня, кто приходит в инстаграм. Я всем буду сообщать, что сегодня у меня марафон. Он называется, называется он Кит Марафон. Участвуйте. Прошу, если у вас есть желание поэкспериментировать с китами. Нарисовать побольше всяких разных китов. То обязательно присылайте мне своих китов. А каким образом? Я пишу и везде говорю. Делайте сторис. Пишите собачка рыбакит 3. Я сразу вашу сторис к себе запущу. И вы здесь у меня появитесь. А у меня будет коллекция из ваших работ. Кит классный получился. Теперь зеленый. Как я тебе сказал. Зеленого добавим сюда. В точечках. Я рисую именно пастелью. Ну, таким сейчас гелевым мелками. Или пастелью. Пастелью тоже самое можно сделать. И тоже так же ярко будет. Здесь больше большие точечки. Большие точечки. Большие, круглые. Не овальные, как здесь. А, вот. Просто большие точечки. Отлично. Какой цвет я еще не использовал? Я все цвета использовал. Кроме, наверное, голубой использовал. Фиолетовый, оранжевый. Может быть, красный. Давай оранжевый будем использовать. Я думаю, оранжевый здесь подойдет. Я еще не знаю, какой цвет. Да, вот здесь я хочу полосочки сделать. Вот такие вот. Полосочки. Полосочки. И, конечно же, если вы хотите, то участвуйте. Да. Насчет марафона. Участвуйте. Я прям жду. Или же делайте пост. Тогда пишите хэштег китмарафон. Будет тоже мне понятно. Я тоже вас буду добавлять. Я хочу небо раскрасить. Осталось только моему киту небо раскрасить. Прям хочется какого-то неба. Давайте желтый. Давайте желтый. Действительно, желтый хороший. Желтый цвет неба. Но я сделаю солнышко. Я думаю, вот солнышко я здесь нарисую. Какой я молодец, да? А потом подумал, нет, я нарисую не одно солнышко. Я нарисую много солнышек. Тысячи солнышек я нарисую желтым. И это тоже такой декоративный момент. Много солнышек на небе. Я только что это придумал. Мне кажется, это довольно забавно и интересно. Придумывать такие вот разные узоры. Но я знаю, что маленьким ребятам трудно рисовать, к примеру, ручкой. Придумывать мелкие узоры, которые часто придумывают мама и папа. Их родители, когда рисуют такими вот штучками. А простые узоры, начать с такого, очень даже хорошо будет придумывать и легко исполнять. Все. Сейчас мой марафончик продолжается. Мой кит закончен. Первый сегодняшний. Я сегодня побольше хочу нарисовать разными цветами и разными техниками. Так что приходите, рисуйте. Жду твоих именно работ, чтобы я увидел, как ты это рисуешь. Мне всегда нравится рисовать, когда ребята что-то рисуют в ответ. Я смотрю на их работы, они рисуют по-другому. Не как я, лучше меня. И тоже экспериментируют побольше. Я это вижу, что ни один рисунок друг на друга не похож. Доброе утро, хорошего дня и до новых встреч.